Напряжённые тренировки, сильные соперники, острые состязания. Сейчас едва ли можно представить Саров без его спортивной жизни. Но мало кто задумывается, какой долгий тернистый путь прошли основатели Федерации хоккея и футбола, чтобы юные саровчане каждый год могли делать робкие шаги на этом поприще – учиться, совершенствоваться, побеждать. В Ледовом дворце – особый день, день памяти удивительного человека, основателя Снежной арены в нашем городе Вячеслава Николаевича Логинова. Любой спортивный праздник, Вячеслав Николаевич в центре, Вячеслав Николаевич, душа вокруг него, значит, и формальные клубы, и неформальные клубы спортивные, вот, и всегда это какие-то обсуждения, причём какая-то неимоверная способность параллельно, вроде бы отдыхая, значит, вроде бы общаясь просто в неформальной обстановке, решать какие-то вопросы. Практически всё свободное время Вячеслав Николаевич посвящал развитию футбола и хоккея в нашем городе. Однако решение многих вопросов требовало помощи. Для этого он создал футбольно-хоккейную ассоциацию Сарова, в общественную деятельность которой привлекал депутатов, руководителей предприятий, чиновников и бизнесменов. Этот человек предпочитал командные виды спорта, и главное, на мой взгляд, его достижение в том, что он смог сплотить команду из совершенно разных коллективов. Это представители депутатского сообщества, администрации, руководители ядерного центра, это представители бизнес-сообщества. И объединив эти усилия, понимая, что все эти усилия направлены на влага, удалось создать этот объект. Открытие мемориальной доски в честь Вячеслава Николаевича Логинова в Ледовом дворце – возможность еще раз отдать дань уважения и выразить огромную благодарность за развитие спорта в нашем городе.